Друзья, кто-нибудь видел Макао? Я спрашиваю. Друзья, витаю вас из Киева. Я Самвел, украинский армянин и я представляю информационный центр КААП, украинский youtube с армянским отцентом. Друзья, информацию, которую я скажу, она для армян Киева и для армян целом. И информация очень важная, и я хотел бы задать вопрос всей нашей армянской общественности в городе Киеве и получить на него ответ. Но ответ, конечно, будет риторический, я это понимаю, так же, как и мой вопрос. Но я должен об этом сказать. В субботу у нас в армянской апостольской церкви был замечательный субботник. Субботник, о котором в несколько направлениях было оповещено, и мы призывали в том числе и молодежь, чтобы было много молодежи на этом субботнике. И вот я увидел, допустим, что на этом субботнике с самого утра пришли, пришел часть ансамбля Гайрыник, Гоар Геваркианда, позвала своих ребят, они пришли, делали субботник, участвовали в субботнике, и это прекрасно. Я видел представителей союза армянской молодежи Украины. Я видел, таких как я, независимых людей, которые занимаются более 15 лет общественной деятельностью. Я видел наших женщин, наших прекрасных женщин, которые всегда в этом участвуют, и то определенный процент, определенное количество. Но я не видел там нашей молодежной организации, которая называется МОКАО, молодежная организация «Киевская армянская общественная». Я не видел там этой нашей организации, и я знаю, что в МОКАО были выборы примерно, ну, чуть более года назад, полтора года назад примерно, и там сейчас новый руководитель, вернее, руководительница, девушка. Но я не вижу активности этой организации. Я подписан на МОКАО, я подписан на Союз армянской молодежи Украины в разных источниках, и Телеграм-канал, и Фейсбук. Допустим, деятельность саму я, безусловно, вижу и наблюдаю, и вижу количество постов, мероприятий разных, событий и так далее. Я вижу, как они ведут работу. Это я вижу. А будучи подписанным на МОКАО, я не вижу деятельности МОКАО. Ее просто нету. И это означает, что у нас в этом плане большой кризис. Но я, честно говоря, друзья, не сильно удивлен, потому что пошла тенденция выбирать слабых руководителей, как по мне. Это мое субъективное имя, мнение. И я знаю о том, что несколько лет назад молодежки в Киеве не было вообще. Ну, вот просто. Ее просто не было. И это, конечно, вопиющая не то, что несправедливость. Это вещи, которые мы не имеем права себе никогда позволять. Все свое время, все эти годы, более 15 лет, что я занимаюсь общественной деятельностью, я всегда был в очень плотном контакте с нашей армянской молодежью. И меня знают очень много наши молодежи, причем по всей Украине, и в том числе и за пределами ее. Мы ездили по программе Министерства Диаспоры. В конце концов, я задаю этот вопрос не как просто киевский армянин или украинский армянин, да? Я задаю этот вопрос так же, как человек, который когда-то по настоянию которого, по требованию которого был реанимирован молодежный комитет. И я в результате стал одним из руководителем этого молодежного комитета. В то время руководил старшей общиной Тигран Тигран Вандосович Карагизян. И, в общем, это есть факт. И этот наш молодежный комитет, который мы реанимировали, я был одним из руководителей его, мы, безусловно, сделали очень важную и нужную работу. Поэтому, друзья, считаю, что наша молодежь должна быть на первом месте. Именно смысл именно в ней. Мы, ребята постарше, более старшее поколение, взрослое поколение, мы можем передавать им опыт, поделиться с ними нашим опытом. Но та энергия и сила, которая есть у них, и за ними, безусловно, будущее. Поэтому я задаю этот вопрос. И, безусловно, я знаю на него ответ. Мне не нужно, чтобы кто-то мне объяснял. Поэтому я считаю, что наша молодежная организация в Киеве находится в очень сложной ситуации, в очень сложном положении. И, говоря по правде, я думаю, что там нужно просто делать новые выборы и менять, безусловно, руководителя. Если какой-нибудь руководитель старшей общины позволяет, чтобы не было молодежки в городе, то для меня это не руководитель. И эти люди вообще, их нельзя подпускать к общественной деятельности. Общественная деятельность добровольная и благотворительная. Все, что ты делаешь, ты делаешь беззаплатно, благотворительно. Ты за это не получаешь никаких зарплат. И это ты делаешь по велению своей души и своего сердца. Поэтому я хотел бы видеть в нашей общине именно таких людей. Передаю привет Мокау. Уверен, что до вас дойдет это мое видео, это мое послание. Если вы не реанимируете, не сделаете, не приведете в порядок молодежную организацию, то нас ждут очень серьезные проблемы. И неужели вам недостаточно того, что происходит в Арсахе, блокада, которая происходит уже более длительное время. Неужели недостаточно того, что происходит на нашей родине. Ситуация, в которой сегодня находится Украина и украинские армяне, она очень важная. Состояние войны, наоборот, приводит к тому, что люди объединяются, национальности объединяются. В целом люди разных национальностей объединяются. А если в данном случае наша молодежка спит, и она не объединяется, то тогда это не молодежка. Сразу хочу сказать, что всем, кто был на субботнике, большой респект. Большой респект и уважение от меня. И вы большие молодцы, вы сделали серьезную работу, и это очень круто. Это был второй субботник и вторая генеральная уборка на территории нашей церкви в этом году. И я уверен, что в следующий раз у вас будет больше и больше. А я вам всегда буду говорить правду в лицо. И вы от этой правды никуда не денетесь. Я всегда буду говорить правду в лицо, но я всегда, когда критикую, я всегда предлагаю определенные решения. Это знают все. Это знают в нашей церкви, это знают все наши старшие представители общины, которые приходят в церковь и не только с кем мы общаемся. Задача у нас навести порядок. Мы должны работать на очень серьезном уровне. И мы все для этого прикладываем очень много усилий. И то, что сегодня такая репутация у Армении в Украине, то, что она стала значительно лучше, это результат работы в том числе наш с вами, друзья. Поэтому будь мой орач, орач и только орач и капи меч.